Здравствуйте, дорогие друзья! По вашей просьбе, после длительного отсутствия новых фильмов, я решил сделать небольшой анонс очередной зимней приманки, хотя она работает и летом, и весной, и круглый год. Это вот «Муравей». Так получилось, что перед этим я собирался сделать фильм, но, честно скажу, был коммерческий проект от Яна Гинсбурга на Москву. Делали мы совместно с моим другом Андреем Мартыновым жуков разных, бабочек, стрекоз для художественной выставки, так что у кого есть желание, можете посмотреть в Москве наши работы. Нельзя было делать фильм, так как это все-таки был сюрприз и для выставки. Теперь был заказ от моего друга Игоря Лолетина, чтобы я изготовил ему для зимы очень уловистую приманку, и конкретно было оговорено, что это должен быть лесной муравей. Честно сказать, я муравьев делал уже давно. Вот они у меня есть разных вариантов. Вы, в частности, видели муравьев, которые я делал и с крылышками, и без крылышек, с огрузкой, и без огрузки, сухие, мокрые. То есть, практически были разные муравьи. Но здесь оговорено было конкретно, чтобы муравей имел вес 1 грамм. Сложно, учитывая вот такие наборы, которые имеются в нашей промышленности и в магазинах, выпускающие латунь, или даже, вот у меня имеется набор вот такой гантелек, изготовить муравья. В частности, вот такой муравей, вот он изготовлен с помощью вольфрамовой проволоки и свинцом, но все равно не дотягивал даже до полуграмма. Оставалось только лишь одно, это взять и использовать вольфрам. Сам по себе вольфрам, вы не будем на это тратить время, понимаете, что достаточно тяжелый материал, но есть одна проблема. Так, перерыв интернет-магазина, который у нас находится в магазине, меня цены немножко шокировали. До неприличия. Поэтому я обратился в одну из фирм, где более-менее была приемлемая цена, и там было то, что мне нужно, потому что нужно было трех разных диаметров бусинки, потому что, если вы заметили, то здесь муравей один крупнее, один мельче, поэтому нужно бусинку 3,5-4 миллиметра, 3 миллиметра и 3,5 миллиметра, или 3 миллиметра и 2,5. Вот в этих пределах должна варьировать величина этих шариков вольфрамовых, для того, чтобы можно было изготовить нашего муравья. Здесь проблема заключалась в следующем. Они были и серебряные, и медные, и белые, и под золото, то есть чисто черных не было, и были с вырезом. В чем заключается вырез, я не буду тоже на это тратить время. Каждый из вас, кто сталкивался с латунными, или же с вольфрамовыми шариками, знает прекрасно, что для того, чтобы одеть хорошо эту бусинку на крючок, существует вырез. Но у меня проблема была в следующем. Я не буду плохо отзываться об этой фирме, но очень безответственно отнеслись к моему заказу в каком смысле. Не проинформировали меня за внутреннее отверстие, которое просверлено в этом вольфраме. Честно скажу, что на крючок 16-14 номер, бусинку 3,5 я не смог одеть нормально. Приходилось слегка расшарошивать ее сверлами специальными, но вольфрам, вы сами знаете, очень твердый материал, и практически невозможно что-либо с ним сделать. Поэтому пришлось использовать разных цветов, а потом уже соответственно все это приводить в черный цвет. Красятся эти бусинки отлично, обыкновенным перманентным маркером, который вот у нас имеется вот такой, или там крупнее, не имеет значения. Процесс изготовления достаточно простой и интуитивно понятен. Если у вас возникнут вопросы, я вам потом отдельно сделаю этот фильм. Необходимо бусинку застопорить, ниткой на клей посадить, чтобы бусинка наша не сползала к загибу, точно так же здесь не сползала к колечку. Ну, а дальше интуитивно понятно. Мне в процессе обсуждения фотографий, которые я выложил у себя в группах и всевозможных каналах, задавались вопросы, из чего изготовлены лапки. Скажу откровенно, лапки для нас, муховязов, являются очень-очень больным вопросом, потому что в промышленности практически невозможно найти крепкий, стойкий материал к механическим воздействиям. В основном используется силикон. Силикон очень хороший податливый материал, но со временем он или у нас приходит в негодность, или же рыба очень быстро его сама выводит из строя. Леска, скажу вам сразу, вот посмотрите, леску я, как мне было просили, чтобы я изготовил из лески, я брал самую-самую, вот какая только есть, мягкая, чтобы можно было. Это не годится. Рыба накалывается вот на вот это, чувствует сопротивление неприродное, во рту у нее миллионы, миллиарды рецепторов вкусовых, поэтому она сразу распознает, что это не та приманка. Иногда я делал, как вы вот видите, у меня имеется муравей с вот такой вот опушкой. Это все хорошо, кроме зимы. Для зимы он не годится. Зимой вот это все слепается на морозе, и потом практически с коркой льда отламывается. То есть практически получается раз-два поимка с лиси рыбы, не нужно менять приманку. Поэтому очень много я потратил времени на то, чтобы попытаться сконструировать в этой мушке другие какие-либо лапки. Перепробовал практически все. Нитка моя любимая с лаком тоже не годится, потому что она очень крупная и неудобно работать. Лапки должны играть. Ну вот у меня здесь смотана на катушку. Это вот силиконовая такая нитка, которая используется для бисероплетения. Значит, она спокойненько делается тоньше, делится на определенные пряди. Цветов промышленность выпускает очень большое количество, поэтому у вас не возникнет проблем в выборе материала для изготовления лапок. Единственное, что обращайте внимание, что, как вы видите, вот я взял на вот такое длительное, большое расстояние, отпустил саму резинку, и она у меня остается ровной. Бывает вот вся вот такая скрученная, и неудобно потом, если вы обратите внимание, некоторые усы у меня вот чересчур здесь как бы подкрученные. Поэтому выбирайте как можно ровнее, и по толщине они бывают разные. Проблем не возникнет. Как и что, если будет в личной переписке, напишите, если нужно будет, значит, я тогда изготовлю отдельно фильм. Значит, заказ, как говорится, он делал друзьям тоже на подарок, это не значит одному человеку. Значит, здесь что еще присутствует? Спрашивали вы по поводу вот таких вот бокоплавов. Почему именно изготовил я вот так? Опять же, для зимней рыбалки. Вот эти все бусинки, которые стоят, и вы видите, блестят через пленку. Отвлекусь и скажу по поводу пленки. Друзья, миллионы раз я уже показывал в своих фильмах, рассказывал, есть полиэтилен разный. Выбирайте. Вот я вам покажу. У меня вот здесь это вот от упаковки, даже на этой упаковке был написан номер лет 15 назад. Было одеяло. Сам по себе, импортное. Сам по себе, вот этот полиэтилен просто изумительный. Вот он и плотный, и тянется достаточно хорошо. То есть, по структуре немножечко не такой полиэтилен, как выпускается у нас в странах СНГ. Поэтому ищите вот такого качества полиэтилен, и у вас никаких проблем не будет с изготовлением чехликов, крылышек и чего угодно. То есть, никаких не будет затруднений. Продавливается достаточно хорошо, и не портится при морозе. Значит, возвращаясь обратно, все вот эти бусинки, они вольфрамовые, имеют разный, как вы видите, вот здесь цвет. И дополнительно еще огружено свинцом. Опять же, для зимней рыбалки. Вот эти полтора-два грамма для нахлыста, это получается хорошо рыбачить на глубине порядка 3-4 метров. Очень быстро приманка достает дна. Ну, а зимой это просто за счастье. Коротко, как вы поняли, здесь все понятно. Поэтому лапки я экспериментировал с разным силиконом. Усики у меня, как вы видите, с расщепленной вот этой веревочки силиконовой или нитки силиконовой, ленты, как вы ее назовете, для рукоделия. Изготавливается достаточно просто. Сама грудка, которая изготавливается в муравья, здесь есть небольшая даже сложность, не столько сложность, сколько хитрость, которой я с вами поделюсь. Поделюсь. Значит, есть вот разные. Вот так положу, будет видно. Я, конечно, прошу прощения за такое качество видео, но дело в том, что мне здесь пришлось, помимо моего вязания, заняться вот еще определенной радиоэлектроникой, вспомнить свою юношескую профессию. Нужно было и ремонтировать, и паять, поэтому у меня здесь семь рабочих мест на одном рабочем месте. Так что вы уж извините. Значит, что очень важно, как вы обратили внимание, вот эти все две белые нитки, они практически одинаковы, но вот эта нитка, она хорошо отражает свет. Поэтому нам нужно, чтобы нитка наша оранжевая, она тоже светоотражающая, хорошо играла, необходимо сделать подложку. Подложка делается из вот такой светоотражающей нитки. Тогда у нас еще ярче будет проявляться вот этот оранжевый цвет, которым у нас является еще дополнительно раздражителем для рыбы. Скажу откровенно, рыб, вот этот, в таком варианте муравьев я вязал, они ничем не отличаются, вот если вы обратите внимание, по форме от этого муравья, то есть ловить будут одинаково. Лапки такие же я делал, из силикона. Поэтому использовать можно крулый год, но для зимы, понятное дело, в лунку, желательно, чтобы они были огружены вольфрамом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, для наши украинские сервера не всегда пропускают на мою украинскую почту, и у меня две почты. Во всех соцсетях я Владимир Сапига, поэтому где угодно меня можете найти, пишите, обращайтесь, я отвечу на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание, до следующей встречи.